Телефон Алисы Апон всегда включен, а сама девушка готова в любой момент сорваться и поехать в станцию переливания крови. Такое было не раз, когда свои планы немного отодвигала, чтобы быстро приехать. Сейчас ровно та же ситуация. Утром позвонили, мол, срочно нужны тромбоциты. Алиса – почетный донор. Уже через час она сидела в кресле. Перед процедурой, даже такой экстренной, больше не переживает. Все-таки в донорском деле девушка 12 лет. За это время признается, чего только не случалось. В том году это было раз в месяц могли, но это даже на плазму, а не на тромбоциты. В этом году очень часто, бывает даже раз в две недели. Один раз мне позвонили в полдвенадцатого ночи, попросили приехать. Я приехала сразу, сдала. Как-то было мне аж приятно, что мне позвонили. Узнать, по какой причине такая срочность Алисе не хотелось. Говорит, понятно же, что произошло что-то страшное. На этот раз она сдает тромбоциты и плазму крови. Первые компоненты хранятся всего пять суток, поэтому берутся только по необходимости, точнее по заказу больниц. Чаще в них нуждаются онкобольные, а вот плазма замораживается на полгода. Потом проходит повторную проверку и только тогда может быть полезной для пациентов. В день сдавать кровь приходит в среднем 50 человек. Евгений Иванов уже пятый раз отдает кровь. До почетного ему еще далеко, но есть к чему стремиться. Донор, во-первых, должен понимать, что это не просто ради денег он сдает, а то, что именно он людям дает свою кровь. То есть он помогает в такой ситуации людям. То есть вот это самое главное тоже донор должен понимать. Ну и второе, то что если донор не должен бояться. Донором может стать только совершенно здоровый человек. В его крови не должно быть возбудителей инфекционных заболеваний, алкоголя и лекарств. Впрочем, кто постоянно сдает кровь, придерживается диеты. Ничего жирного, соленого, острого, копченого и никакого майонеза. Эти продукты влияют на качество крови, а за ним, к слову, следят. Проверяют в том числе и на гепатит А, Б и ВИЧ-инфекции. В эритроцит, содержащих компонентов крови, мы определяем остаточное количество лейкоцитов, определяется уровень гематокрита, гемоглобина, а также уровень эритроцитов. Кроме того, мы осуществляем контроль качества плазмы крови, в которой мы определяем основные факторы свертывания крови. Это восьмой фактор и фибриноген, а также остаточное содержание клеток до замораживания. В Гродинском регионе заготавливают плазму от людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. С ее помощью можно помочь людям, которые тяжело переносят заболевание. В регионе уже стали донорами иммунной плазмы антиковид 60 человек. 14 из них пришли сдавать плазму повторным. Заготовлено без малого 48 литров. Несмотря на то, что в нынешнее время эти доноры наиболее востребованы, никто не отменял другие всевозможные причины, когда срочно нужен донор. Поэтому процесс заготовки крови и ее компонентов не прекращается. Всегда должен быть запас, который гарантированно спасет здоровье и жизнь. В 2019 году заготовлено свыше 22 тысяч литров цельной крови. Из них 9400 литров плазмы, свыше 4500 литров эритроцит, содержащих компонентов крови и 7200 доз тромбоцитных компонентов крови. В прошлом году в Гродинской области было зарегистрировано более 8 тысяч доноров. Из них 2000 пришли впервые. А те, кто сдал 40 и более раз кровь или 80 раз компоненты крови, награждаются знаком отличия гоноровый донор Республики Беларусь. В нашем регионе таких более 9 тысяч. Это, говорят, хорошая динамика развития одного большого дела, благодаря которому все люди, в случае чего, могут рассчитывать на необходимое количество крови. Яна Миличенко, Виталий Рубанов, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова